МАКСИМИЛЯН МИЩЕНКО Краснознаменска, Нового городка, Лесного городка, Больших Везем и Власихи. Постоянными участниками конкурса также являются юные исполнители из Одинцовской детской музыкальной школы и школы искусств «Классика». Одаренные дети Подмосковья. Конкурс престижный. Некоторые ребята участвуют в нем не первый год. Здесь очень хороший коллектив, который я вижу, так сказать, струнный конкурс. И вот педагоги, которые действительно любят свою работу, интересуются. Я очень часто какие-то методические замечания давала. Они несколько человек ко мне приезжали на уроки. И вот явный прогресс в лучшую сторону. Не только в сольных выступлениях, но и в ансамблевых. У них очень разнообразные ансамбли. Разнообразные программы. Неизменный председатель жюри в номинации струнно-смычковых инструментов Мария Ситковская. Преподаватель «Альта» и скрипки Центральной музыкальной школы. Ее воспитанники – ведущие музыканты мира. Это Юлия Денека, Сергей Батурин, Максим Рысанов и многие другие. Марина Ильинична еще и теоретик. Автор действующей программы класса «Альта» для специальных музыкальных школ. Критерии оценки мастера согласно положению о конкурсе – это качество звука, интонации и музыкальность. Параллельно с виолончелистами и скрипачами в своем мастерстве соревнуются и гитаристы. В жюри известный композитор, педагог и музыкант Александр Винницкий. Классическая гитара – инструмент сложный, в то же время понятный. Мальчишки и девчонки все чаще выбирают гитару. Это красиво, эффектно и заразительно. Девятилетний Андрей Чурилов из Одинцова исполнил два произведения – «Орликин» и «Минуэт». Я очень любил рок, мне папа показал рок на гитаре, и я начал заниматься на гитаре. Это сложнейший инструмент и самый тихий, классическая гитара. Поэтому он требует тишины, он требует концентрации внимания, сосредоточенности, массу всяких качеств, усидчивости, таланта. И гитаристы, ну можно сказать о каждом инструменте так, но гитаристы – это люди, создающие свой репертуар в тишине и в одиночестве. Члены жюри утверждают – мастерство, владение инструментом, мелодичность, точность исполнения – все это важно. Но главное в конкурсе – сохранение музыкальных традиций, когда юный исполнитель берется за музыку 17 века и раскрывает ее по-своему тонко и пронзительно. Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» продолжает свое музыкальное шествие по району. Впереди немало творческих открытий и новых имен. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.